Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы помните, Форнакс очень любит, когда к нему приезжает в гости. Но еще больше мы любим ездить в гости сами. И сегодня нас пригласил к себе в домой Сергей, наш покупатель, с которым вы знакомы уже по ролику, когда мы монтировали печь Гуча Лава. Он решил со зрителями канала Форнакс Филм, с друзьями компании Форнакс, поделиться своими ощущениями после почти уже полутора лет общения с этой печкой. Приветствую, Сергей! Здравствуйте! По печке, значит, эксплуатируем лето, зиму и вот второе лето проэксплуатировали. Летом живем здесь, зимой приезжаем на выходные, как зимняя дача. Хотел начать с цифр. Ого! Уже подготовленный! Дом у нас с профилированного бруса толщиной 200 мм. Никакой отделки, никакого утеплителя дополнительного нет. Два этажа. Примерно на два этажа 70 квадратных метров. То есть, по объему получается высота потолков примерно 2,4. По объему получается 175 метров кубических. То есть, где-то серединка как раз расчетной мощности печи Гуча Лава. До 240 кубов эта печь рассчитана. И как раз, в принципе, нормально. Средняя скорость протапливания 10 градусов в час. То есть, если приехал в доме минус 5, полностью ее кочегалишь, все открыто, как бы жар идет. Через 3 часа в доме будет плюс 25. Ну, если, соответственно, минус 15 в доме, то за 4 часа прогревается до плюс 25. Топлю дровами, не березой. У меня старый дом, струхляшки, так скажем, сосна, старая сосна. От нее жару значительно меньше, чем от березы. Если ее полностью загружаю, то есть, там уже угольки есть, полностью ее загрузил, все, перекрылся, поддувал, оставил на ночь, что она жарит примерно часов 5, еще 5-6 часов. Я думаю, если береза ведроватая, она бы там часов 6-7 жарила. Ну, 5-6 часов ее хватает, потом обогреватели включаются под утро, дом начинает чуть-чуть выстужать. То есть, режим длительного горения все равно работает. И естественно, он работал бы лучше, если бы пользовались только березой. Да, если береза, у нее КПД выше, поэтому... Жар больше, жар... Эстетический вид за полтора года, как новая печка. Ничего не поменялось, все красивенько, нигде ничего не повело. Печь внешне абсолютно не отличается от той, которую я увидел полтора года назад. Единственное, что стекло закоптилось, но стекло закоптилось от того, что вот как раз остановили ее работу именно на режиме длительного горения. Да, если поддувало открываешь, то есть, она достаточно быстро, стекло очищается, и все чистенько. На ночь перекрываешь, то есть, угольки остались, перекрыл, она, конечно, подкоптилась. Кстати, друзья, об интенсивности использования печи говорит вот этот вот аксессуар. Очень активная эксплуатация, прям, прям, вообще. Мы живем в Сибири, у нас прошлая зима была до минус сорока, но на дачу я ездил где-то до минус, минус тридцать пять, по-моему, самое холодное было. Вот утром встал на улице минус тридцать пять, печку затопил, и, в принципе, я на полу сидел там, я в той зимой помню там наличники на окна делал. Момент, как дом прогревается тоже, когда приезжаешь, в доме холодно, то есть, два этажа. На первом этаже получается печка кочегалит, ну, она, получается, снизу, как у нее поддув идет, достаточно быстро прогревается первый этаж, пол первого этажа также прогревается, а остается самое холодное место в доме, это пол второго этажа, потому что у меня, как бы, проложен утеплитель между первым и вторым этажом, а на втором этаже, получается, только труба греет, и она сверху вниз, и получается, дом уже вроде все прогретый, но на второй этаж поднимаешься, пол ледяной, ну, к утру дом согревается. Опять же, да, вот этот стереотип можно разрушить, когда говорят, что, ой, двухэтажный дом, установили печку на первом этаже, на все тепло будет наверху, а внизу будет холодно. Обратная ситуация совершенно, да, которую ты, в принципе, ожидаешь от печи. Вокруг нее тепло, на втором этаже тоже тепло, но уже спустя какое-то время, ну, и плюс, действительно, и, возможно, потребуются какие-то там дополнительные источники тепла. Может быть, там стоило сделать еще электрический теплый пол, но это, опять же, до необходимости. Ну, хватает, на сегодняшний день хватает. Под утро, когда просыпаешься на втором этаже, на один-два градуса теплее, чем на первом. То есть, у нас спальня на втором этаже, поэтому ты на втором просыпаешься, на первом, спустился чуть-чуть, вот градусники стоят там на градус-два на первом этаже по прохладнее. Забивается ли дымоход? Как ты ощущаешь? По тяге что-то изменилось, нет? Протапливаешь дом, когда выстудился, по максимуму ее забиваешь, поддувало открываешь, ну, видно, что там хлопья полетели с трубы, вот, но она прочищается, и все потом, перекрываешь, аж слышно, посвистывает, там такая тяга хорошая, отлично. Ну что, может быть, затопим печь? Да, может затопить. Зольник. Зольник достаточно большой, по практике его хватает надолго, при зимней эксплуатации, ну, выгребаем его раз в неделю примерно. Зольник большой, удобный. Здесь основное поддувало. Его, когда, ну, на максимум надо прожарить дом, протопить, то есть его открываем, тяга отличная, и это... Дрова горят быстро, и жару идет много. Это у нас, получается, поддув на стекло, чтобы стекло не запотевало. Вот, когда она на ночь все равно... Не коптилась. Не коптилась, да. Когда на ночь мы, получается, перекрываем, когда ее полностью зарядили, ее закрываем, то вот стекло, как птица за ночь. Еще есть сзади... А, подожди, подожди, да. Вот этот вот рычужок. Сейчас покажу, что он делает. Ну, кстати, сейчас, если дровишек закинем, то там прям видно будет. Вот здесь есть дырочки такие. Дырочки. И дополнительная подача воздуха идет, и, получается, здесь пламя, дровишки горят, и вот здесь тоже видно, как они как догорают, то есть дополнительная, дополнительная жаря идет. Вторичный воздух. Да, вторичный, как должен быть, как там. Красиво выглядит, и печка заметно сильнее жарит. Вот, но из бесполезных вещей я для себя... Вот эта вот... Она сделана для того, чтобы скидывать залу. Ну, как-то я ее никогда не пользовался. Отверстия там достаточно большие, зала сама уходит, и это, мне кажется, лишнее удорожание. Что-то это, я считаю, бесполезно. Это из минусов. Ну, все, сейчас затопим, покажем. Ну, там, не щепочкин, так, дровишки потоньше обычно кидаю. Они... Поджог, печка чуть прогрелась, то есть особо жару нету. Там, ну, минут 15-20 они прогорели, уже первые уголечки привились, печка чуть-чуть нагрелась, и потом уже полную заряжаю. Все поддувало, открываешь, и начинает кочегарить. И там уж у печи жарко стоит. На втором этаже мы устанавливали дымоход ОМК, сэндвич, трубу. Идет высота дымохода больше 5 метров получилось, по-моему, да, у нас? Да, да, у меня по козырьку 6 метров дом, а там чуть выше козырька. И вот можете, дорогие зрители канала Форнаксфильм, посмотреть, что вот рядом с трубой здесь находится такая живая игровая зона. Не страшно вообще? Получается, когда дом протоплен, пол на втором этаже теплый, ребенок спокойно играет. Труба, даже когда на максимум кочегаришь печку, ну, пару раз ребенок налетал. Ребенок 4 годика, пару раз он налетал на печку. Ой! Я говорю, ничего нет там. Ничего на трубе не оставил. Нет, нет, нормально. Ну, жига, ну, нормально. То есть, ну, как бы ее, это, даже когда кочегарит, как бы, горячая она, но... Ну, терпимо, да? Не зажога, так сказать. Не обожгешься, нормально. То есть, можно трогать. Сейчас она только затопилась, значит, тепленькая. Даже когда кочегаришь, ничего, она безопасная абсолютно. Как ты пришел к этому выбору и при поиске отопительного прибора для дома, основного отопительного прибора, между чем и чем выбирал? Рассматривал кирпичную печь. У нее есть плюсов. Получается, что она ее раз протопил, но она долго остывает. Но у нее есть два больших минуса. Это, кстати, был самый дорогой вариант. Из минусов, она долго нагревается. То есть, если эту я затопил, через 15-20 минут она уже отдает тепло. Кирпич будет через час-два только начнет отдавать тепло, но до утра его хватит, так скажем. И у кирпичной очень большой минус. Это занимает много места. И под нее еще фундамент надо, под кирпичную печь. Вот потом рассматривал котел. Как бы по затратам, в плане уголь надо постоянно покупать, электричество постоянно платить. По цене между кирпичной... Ну, чуть дешевле кирпичной получалось котел. Но дороже, чем вот эта чугунная печка. Ну, то есть, там, помимо самого котла и дымоходным нужно еще организовывать батарейшу. Где-то искать место для того, чтобы у него была обвязка еще котла. Вот это вся была сделана. Да, то есть, это отдельно комнатушку надо, где будет стоять котел. Еще рассматривал стальную, но с остальной отказался, потому что остальная все равно у нее эстетический вид через год, два, три эксплуатации все равно. Видно будет износ печи. А чугунная, она, я думаю, вечная должна быть. По твоему мнению, это золотая середина между, допустим, такими простыми вариантами, как пусть и отопительная печь длительного горения металлическая и между вот такой вот тяжелой артиллерией в виде твердотопленного котла и кирпичной печи. Да, да. И она в эстетическом плане очень красиво вписалась. Много было вопросов, почему печь установили практически в середине комнаты, но когда здесь мы уже спустя какое-то время понимаем, что она даже помогла зонировать пространство и даже оставляет еще возможность для маневра, то есть предполагается, что эта большая комната будет еще поделена на две части. Даже в этом случае, вот в этом исполнении монтажа печь все равно будет гармонично смотреться. Ну а так, действительно, дом добротный, печь универсальная, горячая, долговечная. Я думаю, что долго она прослужит тебе верой и правдой. Мы вот за полтора года эксплуатации ни разу не пожалели, что остановились на этом доме. Все устраивает, все здорово. Поэтому за печами Гуча Лава и дымоходом УМК на сайт форнакс.ру, в магазине форнакс. Будем рады вас видеть. Ну и не забывайте подписываться на социальные сети. Там мы тоже периодически публикуем материалы с установленными печами. Ну а Сергея я благодарю за то, что пригласил в гости. А с нашими друзьями, друзьями форнаксфилм, мы прощаемся. До новых встреч. Счастливо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok